Аллилуйя! Давайте Богу воздадим всю славу аплодисментами. Давайте будем провозглашать благословение. Прибудьте в мире. Вы миссионер, который спасёт весь мир. Но вы унаследуете эту землю. Спасибо за благодатное прославление. По-настоящему действительно, хоть мы живём даже один день, но наслаждаясь Евангелием, следуя за Словом, желая, чтобы вы стали учениками. А также оставить таких учеников. Потому что, когда Бог смотрит на мою жизнь, это очень драгоценная жизнь. Поэтому я бы воскресил, чтобы у нас с вами была такая жизнь. Бог, Он сотворил все творения и в последний день, в шестой день, Он сотворил человека. Если посмотреть Бытие 1.27-28, то есть цель, почему Бог, Он сотворил человека. Бытие 1.26 сказано, Бог говорит, давайте сотворим человека по образу нашему. Вот так вот говорится. Поэтому если мы посмотрим Бытие 1.27, сказано, что человек, что Бог сотворил человека по своему образу и подобию Божьему. И в Бытие 1.28 сказано, что Бог говорит человеку, плодись, размножайся, наполняй землю свою, плодище свою ею. Вот такое слово было сказано человеку. И вот здесь, что здесь очень важно, это образ Божий. Само слово образ Божий, это значит, что Бог дал нам вечные вещи. А также само слово образ Божий значит, что Бог дал нам неограниченную силу. Вот об этом говорится. Почему Бог дает нам неограниченную силу? Потому что человек, который сотворен по образу Божьему, пока Миссин живет на этой земле, он является сотворением, которого Бог сотворил. Поэтому ему надо получать благословение от Бога. Поэтому каждый знак в отдельности сотворен по образу Божьему. это значит, что Бог дал нам силу свою для того, чтобы мы могли управлять вареньями на земле. Но мы обычно следуем за своей жадностью и следуем в этом мире. А также мы тратим силу свою на что-то другое. и у нас уже есть та сила, чтобы мы могли управлять тем, чем сейчас управляют все неверующие. То есть вот эта сила, она уже внутри у нас есть. Поэтому очень важно внутри себя развивать вот эту силу Божию. Поэтому Бог Он Словом Своим сотворил нас по образу Божьему. А также Бог дал нам силу для того, чтобы мы могли управлять всеми творениями. И общаясь вместе с Богом и вот получая от Бога Божью силу и мудрость, Бог Он в нас вдохнул дыхание жизни. Вот вдохнул дыхание жизни в наши ноздри. Это что значит? общение с Богом. А также получать силу, получать мудрость, которую обеспечивает Бог для того, чтобы мы могли управлять всеми творениями. То есть Бог, Он пообещал от вечности, что даст эти благословения. Поэтому Бытие 2.7 сказано, что и тогда человек стал душой живой. И вот такой вот человек, который был создан, таким образом Бог поместил его в Эдемский сад. И человек, который обладал этими первичными благословениями, обманулся сатаною и последовал за своими мыслями. В результате отошел от Бога. Поэтому вот эту жизнь, когда необходима жизнь среди неограниченной силы, человек, который отошел от Бога, наоборот, впал в бессилие и отсутствие всех ресурсов. Поэтому человек стал теперь впадать в зависимость, в депрессию, в ходе того, что даже думает о самоубийстве. В чем причина здесь? Из-за того, что человек отошел от Бога, человек впал в бессилие, человек впал в полное отсутствие ресурсов, поэтому человек находится в таком положении. Да, если можно, то выключите, пожалуйста, этот обогреватель. И по-настоящему, слушайте, из-за того, что Дух умер у человека, поэтому сейчас люди живут только ради удовлетворения плоти. Вот сказано, да, что из-за того, что Дух умер, в итоге вся жизнь человека — это ради удовлетворения плоти, ради радости плотской. Но есть ли радость и довольствие, довольство у той жизни, которая отошла от Бога, есть ли какая-то радость в невечных вещах, поэтому человек сейчас он живет в отниживе. И люди, они не знают духовного творения, духовного мира, хотя они являются духовным творением. Поэтому сейчас люди не схвачены бесами, и жизнь их не околеблется. Но Бог, Он не оставил человека, который в таком поражении находится. А для того, чтобы восстановить человека, Бог отправил нам Христа. Христос, придя на эту землю, Он решил проблему греха и бедствия, проблему судьбы и власть сатаны на кресте закончил. Поэтому Иоанна 19.30 сказано «Все совершилось». Через Христа, Который все совершил, Я и Вы, у нас восстанавливается образ Божий. Поэтому мы люди, у которых восстановился образ Божий. Так что мы, которые были духовно мертвы, теперь стали духовно живыми. Ефесянам 2.1 сказано «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, оживил со Христом». Послушайте, мы люди, которые живые теперь, духовно, духом живы. Живы. То есть Бог, Он призвал нас, Богом святым. Он сделал нас чадами Божьими. И пока мы живем на этой земле, как чадо Божье, Бог дал нам власть, огромную власть. То есть внутри нас, Христом, восстанавливается вся власть и благословение. И вот эти вещи, которые я говорю, честно говоря, Бог дал нам благодатью. Значит, Бог восстановил образ Божий внутри меня. Затем Бог, Он пребывает со мною. И пока мы живем на этой земле, как чадо Божье, Бог, Он дает мне благословения и подарки. И более, Он дает даже больше благословений через Христа в нашем сердце, чем были в Адемском саду. И вот вы вот эту благодать каждый день не теряйте. И в Бытии 1.27, вот это вот образ Божий, который находится внутри нас, вот эти благословения, которые Бог дает нам, вот, как можем наслаждаться этими? Эти благословения приходят все сверху. То есть, Бог дает эти благословения все с престола Божьего. Бог, действуя с престола Божьего, Бог восстановлен в нас образ Божий, Бог пребывает вместе с нами. И пока мы живем на этой земле, как чадо Божье, Бог, Он дает благословения нам, великие духовные благословения. Поэтому благословение, которое приходит сверху, это благословение престола, а также силы, которые превосходят пространство и время. И свет 237 стран, 8, которые сходят на нас. И вот это благословение, мы не можем получить силу свою, но Бог, Он дал нам благодатью. Поэтому каждый день есть то, что нам необходимо не упускать каждый день. Это наслаждаться благословениями, которые приходят сверху. Каждый раз, когда мы слушаем Божье Слово, преподносим Божье Слово, наш дух, наша душа оживают. И происходит каждый день Божье действие. Поэтому не забывайте об этом. Вот если сегодня посмотреть место из Писания, Бог, Он Израилю дает очень важное слово. Значит, были ли какие-то трудности, было ли какое-то поражение, есть ли какой-то новый вызов в будущем? Вот сегодня сказано, не забывай Господа Бога Твоего. Значит, Бог, Он действует удивительное благословение, которое сверху. Затем Бог, Он вот этими благословениями сверху, восстанавливает в нас духовный образ, и внутри нас осуществляет Эдемский сад. И вот этого Бога не забывай, как сегодня говорит нам Слово. Поэтому сегодня по-настоящему нам не надо забывать Господа Бога нашего. Самое первое, что мы посмотрим, есть то, что вам вечно не надо забывать. Вот израильский народу, особенно пока мицер не шли по пустыне, Бог, Он дает, как завет, вот это слово о том, чтобы израильский народ не забывал Господа. Пока они идут по пустыне, будут проходить много разных вещей, но не забывай ничего, не забывай Господа. То есть Бог, Он дает благословение, как в виде завета, что не забывай Господа Бога. Поэтому сказано, что здравствуй, народ шел в пустыне. Вот мы тоже сейчас как будто идем в пустыне. И каждый день нам необходимо не забывать тем, которые тоже проходят трудности. И сегодня Бог говорит нам, не забывай Господа Бога твоего. Бог дает об этом благословение, как завет. А то я благословение, что это время благословения стало таким, когда вы держитесь за этот завет. Итак, первое, что не надо забывать. Не забывай Господа, Господа Бога, который дает, который дает слово завета. То есть вот этого Бога не забывай. Давайте посмотрим в 11 стихе, Тараскан 8, 11. Береги, чтобы не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его, незаконного Его, и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе. То есть Бог, Он дает нам Евангелие, и Он говорит, не забывай Господа. И вот Бог, Он и сегодня дает нам слово. Каждый день Бог дает нам слово Евангелие. И по этому слову Бог, Он действует в нашей жизни. И вот этого Бога нам навеки забывать нельзя. Вот особенно, чем больше проходит время, тем больше появляется уверенности и точного слова, которое Бог нам дает. Завтрашний день лучше, чем сегодня. И будущее лучше, чем завтрашний день. Значит, народу Божьему, вам и мне, Богу, Он дает точное слово, что вся наша жизнь, что Богу несет отчислено за всю нашу жизнь. Поэтому вы примите это слово так, как и есть. Потому что это очень важное слово в Библии. Это слово для того, чтобы мы правильно поняли Христа и Церковь. Поэтому, если мы сможем наслаждаться этим Христом, тогда, во-первых, что произойдет? Ко мне начнут приходить настоящие реалистичные ответы. Поэтому через наслаждение и понимание Христа значит, в итоге то слово Евангелие оно будет переливаться и другим людям. И у меня получится проповедование и миссионерство, когда я буду делиться этим Евангелием. Я смогу наслаждаться этим ответом. Божье слово через Христа на меня, на нас, в виде благодати должно сойти. И вот это слово, образ Божий, в итоге это слово, которое является для нас жизнью. И таким образом, это слово должно со мной совпадать. Сначала Бог дает мне благодать. И потом, если у меня будет слово, которое сможет поспать других людей, то это слово должно со мной совпадать. Значит, много людей, верующих, говорят, что Божье слово со мной не совпадает. А как у вас? Божье слово со мной не совпадает. Поэтому, послушайте, вы слушаете слово, которое только вы сами хотите слушать. Вот это облик современных верующих. Надо верить в слово так, как оно есть. И просто, даже если я не понимаю, надо говорить «Амин» — это слово. А люди верят настолько, насколько они хотят верить. Они слушают то, что они хотят услышать. Поэтому вот эти великие Божьи благословения, они не могут именно ослаждаться на местах действия. Послушайте. Вот вы... Насколько вы совпадаете с Божьим Словом? И это слово Божие, насколько оно к вам подходит? Если слово будет со мной совпадать, я буду жить. И слово только... Если я буду привыкать к слову, тогда каждый день я буду получать силу и благодать. И что необходимо сделать, чтобы это слово не совпадало со мной? Есть то, что мне необходимо делать. Необходимо своими мыслями держаться за слово, которое провозглашается. Вот Пресвитер сегодня тоже молился. Помоги мне мыслями держаться за слово Твое. Действительно, это молитва. Для того, чтобы я сам мог жить, сегодня тоже мы вот даже прославляли так об этом. Необходимо наслаждаться Евангелием и следовать за... И следовать за Евангелием. Тогда мы будем учениками Христа. Необходимо, чтобы вот это... Чтобы я своими мыслями ухватился за слово Божие. Почему? За Божье слово необходимо ухватиться своими мыслями. Потому что и сегодня Бог по слову действует. И есть то слово, которое Бог нам дает. И за вот это слово необходимо своими мыслями и всей жизнью своей ухватиться. Поэтому каждый день есть слово, которое мы получаем. Правильно? А также каждое воскресенье есть слово, которое нам дается. И не упустите вот эти два вида слова. Если я думаю, что слово правильное, если от слова я радуюсь, тогда я сам-то не буду замечать, как на меня будут сходить великие благословения. Вот Таразаконие. Я прошу прощения. Псалом 1.2. Каким является благословенный человек? Божий муж, который не ходит на свете нечестивых, но в законе Господа воли его. И в законе его размышляют он день и ночь. Вот когда у меня есть радость по слову, когда у меня есть ожидание по слову, когда я привыкаю слушать слово, вот такой человек, настоящий человек, к примеру, я слушаю это слово, и у меня портится настроение. И я слушаю слово, я наоборот злюсь, я не радуюсь. Послушайте, если так, тогда быстро необходимо сделать так, чтобы слово, оно меня радовало. Чтобы я был счастливым из-за словом. Чтобы я привыкался к этому слову. Потому что если у меня будет радость по слову, счастье по слову, тогда все будет получаться. Поэтому необходимо быстро сейчас восстановить эту радость по слову, ожидание по слову. Знаете, почему? Потому что Псалом 118, 92 стих, вот об этом говорит. Давайте вместе прочитаем. «Если бы не закон твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии своем». «Если бы не закон твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем». Так, давайте еще раз прочитаем. «Если бы не закон твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем». Вот так, послушайте. Если это слово не является радостью для меня, тогда я буду умирать в своем бедствии. 23 стих. 93 стих. «Вовек не забуду повеления Твоих». Почему? Потому что ими Ты оживляешь меня. Словом Своим, Бог, Ты оживляешь меня. Поэтому я вовеки не забуду повеления Твоих. Послушайте. Действительно это так. Перед тем, что бы вы ни делали, имейте ожидание слушать слово. И пусть это слово будет вам в радость. И вот особенно есть служители, которые стоят перед верующими. Ну, конечно, важно в церкви служить усердно. Но прежде всего служители, лидеры простых верующих, сами должны слушать слово, должны совпадать с словом, должны привыкать к слышанию слова. А также служители, вот те сейчас служители, которые сидят сейчас впереди. Вот это тоже. Это очень важно. Да, конечно, есть очень много важного служения. Но прежде, если я буду жить сам, тогда я смогу духовно влиять на свой отдел и на других верующих. Поэтому прежде любого дела я сам должен быть рад из-за слова. У меня должно быть время каждый день, когда я получаю силу от слова. А если упустить это слово, течение слова, тогда даже если кушаю хорошо, и кажется, вроде бы я развиваюсь, но если я упущу вот это течение слова, какой придёт результат? Вот давайте посмотрим. Второзаконие 8.14. Гордость придёт. Смотри, чтобы не надмило сердце твоё. Послушайте, если в моём сердце нет слова, если я не нахожу внутрь движения слова, я сам не замечу, как внутрь меня придёт гордость над менее. И если я не буду внутрь этого течения, этого слова, тогда всё, что я имею, ну, послушайте, вот вы не знаете, а вот я знаю, вот всё, что у меня есть, всё станет проблемой. Представьте, всё станет проблемой. Вот если я не нахожу внутри слова, и если есть у меня всё, что оно не внутри слова, всё это станет потом проблемой. Поэтому вы не упускайте течение слова. И вот особенно те люди, которые трудятся в церкви, должны жизнь свою полагать, но следовать за словом. И если упустить это течение слова, тогда какой придёт результат? 17 стих посмотрим. Второзаконие 8, 15. И чтобы не сказал ты в сердце своём, «Моя сила и крепость руки мои приобрели мне богатство с ней». Послушайте, если не получаешь благодать от слова, если не в слове, тогда говоришь, «Я сделал». То есть, вот это значит, это канал для действия тьмы. Это вытянет третья глава, не так ли? Послушайте, само выражение «я могу» — это заблуждение, потому что это сатана делает так, чтобы люди думали. Если упускаешь слово, приходит такой результат. Бог, Он уже приготовил для нас великие благословения будущего. Какие благословения Бог у нас приготовил? 18 стих. «Но чтобы помнил Господа Бога твоего, и что Он даёт тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне завет свой, клятву, которую Он клятву утвердил Отцам твоим». То есть, Бог, Он уже заранее приготовил для меня благословение в будущем. Но из-за того, что упускает это слово, течение слова, тогда я не могу наслаждаться этими благословениями, а я якую, что? Я что-то делаю. Я могу что-то делать. То есть, вот так вот я нахожусь в заблуждении. Послушайте, это действительно так. Даже если бедный, необходимо, даже если я слабый, необходимо ещё больше приходить к Господу за ответами. Вот когда тяжело, молимся, приходим к Богу. Но вроде бы пытаясь что-то сам делать, что-то избегать Бога. И вот сам того не замечу, как я иду в сторону мира. Так, послушайте, я вам ещё раз скажу. даже если бедный, ещё лучше необходимо приходить к Господу в направлении его ответа. Смотрите, почему. Потому что 1 Корифтам 10, 12 сказано, «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Вот если я думаю, что я якобы там стою, и всё нормально, то это значит, что вот в тот момент сатна будет действовать, чтобы меня пошатнуть. Поэтому, если я слабый, если я бедный, ещё больше необходимо приходить к Господу. И если упустить течение Слова Божьего, тогда, 19 стих, Таразакония 8, 19, будешь идти вслед других богов. Если мы упускаем другого, если мы упускаем течение Слова Божья, тогда следуем за другими богами. Значит, войдя в Ханан, там есть идолы, и вот верующие начали впадать в эти идолы, потому что сам Ханан по себе был землёй идолопоконства. Вот мы тоже живём в этой земле, и вот сейчас проходят разные трудности, но на все места действия, они какие? Это места действия, где всё стало идолом, где люди поклоняются идолам. И если эти идолы остаются, тогда и культура становится тоже идол. А люди не знают, что культура, в которой они живут, это культура тьмы, и они живут таким образом. Поэтому жизнь даже, жизнь человека тоже она будет такая. В культуре идолы. Что это за другие боги, вот, след богов других? Значит, в земле хананской был Ваал и Асар. Это вот эти два больших бога. То есть, это те боги, которые, о которых люди молились для того, чтобы хорошо кушать, хорошо жить. послушайте, если мы упустим суть Евангелия, тогда и церковь тоже будет только одно знать, как хорошо кушать, как хорошо жить. И тогда придут трудности. Вот посмотрите сегодняшнюю брошюру, там есть такая тема «Наполнение Святого Духа». И там тоже есть тема молитвы плотские и тема молитвы духовных, Духа Святого. Вот даже если будешь иметь плотское, не сможешь жбаться от проблем. Послушайте, вот это уже вошло в церковь, хорошо кушать, хорошо одевать. Вот всё как в мире, так оно и вошло и в церковь. Поэтому вот эти вещи, что кушать, то что одеваться, вот эти вещи подчеркиваются в церкви. Об этом и в других религиях говорят. Послушайте, если вы проводите такой Иванович, тогда какая разница между этими Ивановичами и другими религиями? Тогда какая разница, потому что все религии молятся за свои желания. Почему так происходит? Потому что упустил течение слова, потому что ходишь другим, потому что начали служить другими богам и начали жить по-плотски. Поэтому нельзя, чтобы мы с вами следовали за деньгами. Послушайте, в этом мире деньги это бог. То есть я не говорю о том, что деньги это ничто. Нет. Но когда люди делают все ради денег, вот это есть ошибка. Но мы не те люди, которые следуют за деньгами, а деньги должны следовать за мной. Если посмотреть 2 Тимофея, 1 Тимофея 6,10 сказано «Не люби денег». Почему? Потому что деньги сначала есть корень всех зол. Действительно, вот если даже упустив слово, восстанавливаешь слово, тогда деньги будут следовать. Что очень важно. потому что не будем забывать Бога, который дает им благословение. Второе, что нельзя забывать? Нельзя есть то, что необходимо помнить тот факт, что мы были рабами в Египте. Давайте посмотрим 2 Законие 8,14 «Измари, чтобы ты не забыл Господа твоего, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства». Выход из земли Египетской это спасение. То есть Бог Он нас вывел из Египта Христом. Поэтому сказано Ефесянам 2,1 «И вас смертно по преступлениям и грехам вашим». То есть Бог Христом высвободил нас из смерти и из греха. Поэтому если верующие наслаждаются благословениями Престова Божьего, тогда обильно все благословения необходимые для жизни будут приходить. И откуда приходит сила все восстановить? Когда мы наслаждаемся еще больше предпринимаем наслаждение благословением спасения. Давайте посмотрим на 12 стих «Когда будешь есть и насыщаться и построишь хорошие домы и будешь жить в них, и когда у тебя будет много крупного и мелкого скота». Послушайте, вот чем больше наслаждаясь благословением спасения, тем со временем приходит обилие жизни. Но сатана атакует, чтобы каждый раз мы упустали это Евангелие. То есть все силы тьмы нацелены на то, чтобы упустить Евангелие. И вот израильский народ, когда они хотели выйти из Египта, сначала фараон, он был против. Но после Пасхи израильский фараон сдался. И он сделал так, что все быстро вышли, израильтяне, после события Пасхи. Израильский народ, если посмотреть исход, то вот они взяли золото из Египта, и потом они это золото используют, чтобы построить идол, чтобы хотели быстро выйти. Это что значит? Выход из Египта через Пасху. Это значит, что Иисусом Христом решаются все проблемы. И в Иисусе Христе есть все ответы. И вот об этом не забывай. Не забывай, что Иисус Христос является разрешителем всех проблем. И вот особенно вы тоже поверили в Иисусе Христа, стали чадами Божьими. И не значит, что у нас не будет трудностей. Пока мы живем на этой земле, будут трудности и конфликты, и проблемы. Но что очень важно, это не проблема. Есть другая проблема. Вот чаду Божьему, который получил спасение, внутри проблемы есть ответ. Вот на прошлом деле была конференция для Филиппин, И вот тема конференции для ременов на Филиппинах была связана с Иосифом. Даже если потерпел поражение, Божья воля. Даже если преуспел, есть Божий план. Значит, у Иосифа тоже было поражение в жизни, но это была Божья воля. И успех у него был. Но и в этом успехе был Божий образ. То есть это касается не только Иосифа, а меня и вас также. Во всех проблемах есть добрый Божий план. Может быть, вы сейчас не понимаете, но вас и меня, которые получили спасение, Бог будет совершать свои добрые дела. Бог будет плоды приносить. Поэтому вы не впадаете в проблему. Не расстраивайтесь за проблему. Очень часто люди из-за проблемы не расстраиваются. Вот если попросту сказать, причина, почему я расстраиваюсь из-за трудности, потому что я не вижу, что Бог действует. Послушайте, Бог допускает проблему, потому что есть воля Божия на проблему, есть Божий план на проблему, но мы из-за того, что не видим эту волю и план, мы расстраиваемся за проблему. Но во всех проблемах есть Божья воля и план. Послушайте, Бог освободил нас от власти ада. Бог освободил нас от закона греха и смерти и проклятия. Бог освободил нас от власти греха и смерти. Кто вообще может освободить? Никто не может выбраться из закона греха и смерти. То есть никто не может выбраться из судьбы греха и сатаны, который делает сатаны. Но Бог нас освободил оттуда. Это значит, что нам, который Бог дал спасение, Неужели Он не ведет нас через какие-то трудности и конфликты? Конечно же, Он ведет и через это. Поэтому каждый раз я желаю, чтобы вы смело могли идти. Значит, Бог, Он спас нас из Египта. Значит, Иосиф, Он полностью освободил нас и ведет нас сейчас. И еще, что необходимо забывать, 15 стих. «Который провел тебя по пустыне, великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды». Что это значит? Значит, в пустыне было очень много трудностей. Змеи, василиски, скорпионы. «Но и тогда не вел ли тебя Бог?» Вот об этом говорит Саддей. Значит, Бог, Он уводит царский народ из Египта. Потом Он ведет их. И на все это была важная цель. Что это за цель? По всему миру. Чтобы проявилось всемогущество больше. Значит, спасая израильский народ из Египта, пока мессонии шли по пустыне, было много трудностей. Но Бог, Он заранее вел их. Почему? Потому что через израильский народ все должны были по всему миру знать об этом Боге. А Бог израильского народа все должны были знать. Значит, и никто не умер, когда Бог Он защищал. Но из-за неверия есть люди, которые умерли в пустыне. Что это значит? Когда мы с вами будем жить по слову и будем оживать, тогда все будет восстанавливаться. Автоматически. Желаю, чтобы в это верили. А если даже проявляя неверие, недовольство? Послушайте, сколько бы израильский народ не прилагал неверие, когда он следовал за словом, он стоял крепко и тогда получал Божье благословение. Поэтому есть то, что здесь очень важно. Необходимо жить аккуратно. Необходимо жить доброй жизнью. Или жить я живу доброй жизнью. Или жить я аккуратно жизнью. Да, конечно же, это тоже все правильно. Но что это значит? Это значит, что конечно, это важно, но этими вещами, осторожностью, добрыми делами, сатану, на миссадиси, не победить. А что необходимо делать? Глубоко войти в размышления слова. И тогда внутри вот этого места, внутри размышления, я смогу испытать силу Божью. И тогда Бог, Он будет действовать, чтобы произойдет, чтобы будет появляться жизнь на местах действия. Я подытожу слово. Вот. двумя вещами я хочу подытожить сегодняшнее слово. Первое. Начало всех ответов это мои мысли и сердце. Внутри сердца моего, если есть беспокойство и переживание, значит, это мое запечатленное. Это связано с моей душой. И это будет проявляться на моих местах действиях через мое тело, через мою жизнь. В моем мысли, в моем сердце, желаю, чтобы в ваших сердцах и мыслях было Божье Слово. Желаю, чтобы там было спасение. Что такое Божье спасение? Это Бытие 1.27, 28, Бытие 2.7. Это спасение Божие. И если вот это будет в моем сердце, если это будет мое запечатленное, там будет связано с моей душой, и тогда все, что связано с душой моей, будет проявляться на местах действий через мою тело или же мою жизнь. Что это будет за ответы проявляться? Значит, израильский народ, пока они шли по пути, разрушился Хирион, который не могли не разрушить, и разошлось Иерихон, и разошлось море, которое не могло разойтись. То есть к нам придут такие ответы, что мы сможем спасить 237 стран и 5000 племен. Вот такой ответ будет проявляться на местах действия. Поэтому за другое ничего не держитесь. Бог дает нам благословение с престола Божьего. Что это? Образ Божий, это оживающий дух наш и благословение, которое означает Свято. если у вас будет вот это в вашем сердце, то на каждом вашем шаге будут проявляться действия спасения 237 стран, 5000 племен. Послушайте, другого не делайте. Почему люди так беспокоятся, переживают? Вот один человек, он говорит, когда у меня были беспокойства, я вообще по-другому смотрю, на людей, на все. Это так. Вот что сейчас у вас в сердце и в вашем мыслях? Это важно. И во вторых заключение 14 стих «Смотри, чтобы не надмило сердце твое и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Что это значит? Бог, Он спас нас и Бог, Он даст нам в будущем обильную благодать. Вот об этом сказано в 16-17 стихах «Бог даст нам обильную благодать спасения». И тогда сейчас перед ответами не гордитесь. Пусть не надмивается ваше сердце. То есть Бог, Он спас нас, Бог, Он ведет нас. Но если я буду гордиться и возвышаться из-за ответа, вот это неправильно. То есть вы не радуетесь из-за ответов. А что важно? А просто пребудьте в течение Своего Божья. И будьте радостны из-за того, что вы со Словом пребываете. Вот Аминь, скажите на это. Вот даже бывает, я не могу понять. Но все равно не радуйтесь из-за ответа. И не гордитесь из-за ответов. Потому что в будущем еще больше благословений есть. Но нахожусь ли я в течение Слова? Есть ли Слово со мной? Вот из-за этого будьте рады. Если я нахожусь в течение Слова, пастор, все равно у меня ничего не получается. Это не то, что у вас ничего не получается. Значит, есть то, что Бог обязательно даст вам ответ, как в будущем. Если я не радуюсь от Слова, вот кажется, что у меня что-то получается. Послушайте, это не получается. Есть основное благословение. Это мне быть внутри течения Слова и испытывать то, что Бог пребывает со мной Словом. Вот внутри вот этого быть благословением, это и самое основное благословение. Поэтому благословляю, чтобы все верующие в нашей Церкви, она, могли восстановить это благословение и могли быть использованным Богом. Бог, благодарим Тебя. Ты дал нам Слово и Евангелие, которое нам вечно нельзя упустить, что Ты пребываешь вместе с нами. И сейчас мы благодарим Господа за то, что Ты нас не оставил, с нами пребываешь. И спасибо за то, что Ты ведешь всех наших верующих. Благослови, чтобы все прибыли в течение Слова. Благослови, чтобы Слово каждый день давало мне силу как жизнь чтобы началось действие в жизни всех верующих. Молюсь во имя Иисуса Христа с благодарностью. Аминь.